Продолжим эту тему Анна Валерьевна Каграманова, которая представит первый опыт применения устикину маба в терапии болезни Крона в реальной клинической практике в Московском клиническом научном центре имени Логина. Анна Валерьевна, старший научный сотрудник отделения лечения воспалительных заболеваний кишечника. Пожалуйста, Анна Валерьевна. Спасибо большое, Дмитрий Станиславович. В предложении такого прекрасного доклада предыдущего давайте поговорим о том, как мы применяем в практике новые препараты, которые приходят к нам на рынок и помогают нашим больным контролировать воспаление и улучшать качество жизни. Болезнь Крона – заболевание тяжелое, прогрессирующее, заболевание, которое требует регулярного контроля воспалительной активности и междисциплинарного подхода с привлечением врачей различных специальностей. Этой болезнью занимаются не только гастроэнтерологи, хирурги, коллапрактологи, но также и ревматологи, птизиатрии, дерматологи, офтальмологи и другие специалисты. В настоящее время в мире не существует никакого-либо метода, который может полностью излечить эту болезнь. Ни медикаментозные, ни хирургические болезни остаются с пациентом. Это важно понимать, и именно понимание этого факта определяет дальнейшее ведение. То есть пациент должен обязательно находиться под тщательным мониторингом, и своевременно следует принимать решение о коррекции терапии, потому что это может предотвратить осложнения, хирургические частые вмешательства, которые приводят к инвалидизации наших пациентов. И в этом ключе нужно выбирать препарат, который будет определенно помогать именно данному пациенту с его профилем заболевания. Препаратов сейчас достаточно много, их уже больше, чем было раньше. Если раньше мы применяли, начинали лечить препаратами, которые блокируют факторы некрозы опухоли альфа, которые все знают, то сейчас уже у нас есть более новые селективные препараты, и именно определение профиля пациента помогает выбрать тактику лечения, определиться с тем, какой препарат будет подходить данному больному. На что мы обращаем внимание, когда мы выбираем препараты с геноинженерной биологической терапией? Конечно, течение заболевания, наличие периональных осложнений и поражений, которые часто сопутствуют пациентам с болезнью крона, и выявление которых уже определяет обязательное назначение препаратов ГИБП. Какие-либо другие вне кишечные проявления болезни крона может сопровождаться не только кишечной симптоматикой, но также и симптомами поражения других органов, и мышечно-скелетной системы, и кожи, и могут быть офтальмологические проявления, которые, к сожалению, реже и хуже диагностируются. Таким образом, наличие экстраинтестинальной манифестации заболевания также определяет определенный профиль пациента и диктует нам, какой препарат выбрать. Помимо эффективности препарата, безусловно, мы должны думать о безопасности, и наличие у пациента в анамнезе каких-либо серьезных инфекций, онкологических заболеваний также уже настораживает и говорит нам о том, что, возможно, данному пациенту следует выбирать препараты более селективные, может быть, это должна быть монотерапия, а не комбинированная иммуносупрессивная терапия, которая влечет за собой повышение риска развития инфекций и рецидива онкологических заболеваний. Если пациент старше 65 лет, если есть моменты планирования беременности, это также очень важно учитывать, и это может натолкнуть врача на то, что нужно выбирать препараты из более селективной линейки. Вот препараты, о которых мы говорили в предыдущем докладе, Устикинумаб, и сейчас уже все больше и больше в литературе появляются доказательные базы для применения этого препарата, который нам говорит об эффективности и безопасности его. На данном слайде вы видите результаты исследований ЮНИТИ-1 и ЮНИТИ-2. В исследовании ЮНИТИ-1 были включены пациенты, которые ранее не ответили на ингибиторы фактора негрозы опухоли альфа. Интересно то, что 41% пациентов имели неэффективность двух препаратов, которые блокируют ФНО, а 10% даже уже попробовали три препарата. То есть вы понимаете, что это тяжелые пациенты с несколькими линейками группы анти-ФНО и эффекта, к сожалению, не получили. И ЮНИТИ-2, там были включены в этом исследование пациенты, которые неэффективность свою показали на фоне стандартной терапии, то есть это применение иммуносупрессоров или курсы глюкокортикостероидов. У них не было использования в анамнезе препаратов, которые блокируют фактор негрозы опухоли альфа. И на данном слайде мы видим, что к третьей уже неделе у пациентов появлялся хороший клинический ответ. Также это было продемонстрировано и к шестой неделе тоже. То есть как в ЮНИТИ-1, так и в ЮНИТИ-2 было отмечено снижение индекса Беста, который определялся как такой важный индекс, помогающий понять, что активность воспалительно уменьшается, включающая в нее много показателей важных. И если у пациентов снижался примерно на 100 баллов, или если этот индекс составлял менее 150 баллов, можно было говорить о хорошем ответе, что и было продемонстрировано в этих исследованиях у пациентов, которые получали у стикинума. Эти же данные сохранялись. То есть пациенты не только ответили, но они, что важно, они удерживали клиническую ремиссию и к восьмой неделе исследования. Как в группе ЮНИТИ-1, так и ЮНИТИ-2. Пациентов, которые получали у стикинума в дозе 130 мг, или уже они получали его в дозе 6 мг на килограмм, в этих группах по сравнению с плацебо были очень хорошие результаты и гораздо более достоверная эффективность терапии. Мы оцениваем ответ пациентов на основании того, как они нам рассказывают о своем самочувствии. То есть такие patient report outcomes. Мы регистрируем, как у них изменился стул, есть ли какая-то положительная динамика, есть ли болевой синдром, насколько уменьшается его интенсивность и, конечно, общее самочувствие. И в данном исследовании также было показано, что даже после однократного внутривенного введения препарата у пациентов происходило улучшение как общего самочувствия, так и нормализация урежения стула частого и уменьшение интенсивности болевого синдрома. И эти показатели вместе были достигнуты очень быстро, и они удерживались. То есть у пациентов сохранялся такой хороший ответ на терапию. Это видно по данным графикам, как частота стула, так и боль в животе, так и общее самочувствие. Все эти показатели были достигнуты. Помимо того, что нам важно индуцировать ремиссию, то, к чему мы все стремимся, чтобы препарат подействовал быстро, и пациенты буквально в течение первой недели уже ощутили эффект, для нас, наверное, более важно ее поддерживать на протяжении его лечения. Помимо того, что мы ее достигли, мы должны стремиться к поддержанию этой ремиссии более долгосрочно. И когда в данном исследовании проанализировали длительно пациентов, то есть получилось, что даже те пациенты, которые к 44-й неделе уже достигли клинического ответа, они его смогли удержать даже в течение трех лет. То есть клиническая ремиссия показала очень такой устойчивый, долгосрочный ответ у пациентов, которые получали стекинумаб. И на примере пациентки, которая наблюдалась у нас в центре, давайте разберем, как правильно и важно подойти именно к выбору препарата, которая, в свою очередь, может правильный выбор повлиять на течение всей болезни и предотвратить осложнение. Эта пациентка в 2013 году впервые у нее возникли жалобы на повышение температуры, каких-то катаральных явлений не было, она была гастерилирована в больницу и исключалась инфекционная генезная слихорадка. Тогда диагноз не стоял воспалительного заболевания кишечника. В 2014 году пациентка вновь обратила внимание на чайный стул, на плохое самочувствие, примеси крови в калий. И было проведено уже эндоскопическое исследование, выявлено эрозийно-гемиологические изменения толстой кишки. Состояние тогда было расценено как язвенный колит, ей была назначена терапия препаратами месолазина. Очень важно заметить, что, к сожалению, вот эти сроки постановки диагноза, они очень запаздывают. Это данные не только по России. Были работы и проведены исследования в странах Европы, США. А средний период, срок постановки диагноза, что касается болезни крови, занимает от 3 до 7 лет. По России есть данные, что в среднем 3,5 года нужно, чтобы поставить правильный диагноз. И таким образом, конечно, мы понимаем, что пациенты долго остаются без адекватной терапии. Если диагноз поставлен поздно, когда уже есть осложнение, они получают поздно даже важное и хорошее патогенетическое лечение. И тем самым это всё, конечно, снижает и качество жизни, и приводит к... То есть сроки постановки диагноза – это, к сожалению, одна из таких нерешённых проблем. И пациентка получала препараты мисалазина с положительным эффектом. У неё стул рядился, и примеси крови не было. Самочувствие у неё было удовлетворительное. При амбулаторном обследовании, однако, было отмечено и снижение кемоглобина всё-таки анемии, повышение лейкоцита, снижение белка. То есть воспалительные такие были очень изменения в анализах, и нарушения уже даже метаболические. И пациентке была проведена видеокапсульная эндоскопия, где были выявлены множественные язвенные изменения в тощей кишке, подвздошной, толстой кишке. И таким образом диагноз был сформулирован как болезнь крона с выражением тощей, подвздошной кишки, толстой кишки, высокой активности. Наблюдалась также гипопротеинемия, гипоальбоминемия, железнодефицитная анемия. Пациентке была назначена терапия преднизолоном, иммуносупрессора и препаратами салазина. После того, как она завершила курс гормональной терапии, который не должен превышать 12 недель, после отмены у пациентки вновь возобновились симптомы. У нее возникли жуткие стулы 10 раз в сутки, с примесью крови, опять-таки снижение белка, железнодефицитная анемия. И было выполнено обследование, при котором опять-таки были зафиксированы воспалительные изменения тонкой, подвздошной кишки и вновь назначена гормональная терапия. В связи с тем, что у пациентки уже это был второй курс гормонов и высокое активное заболевание сохранялось, сформировалась гормонозависимость, была инициирована биологическая терапия препаратом инфлексима и продолжен прием азотиоприна. То есть пациентка получала такую комбинированную, правильную, современную терапию. И на этом фоне была достигнута клиника антископической ремиссии. Чувствовала себя пациентка удовлетворительно и принимала препараты по непроводимой терапии. В течение двух лет все было хорошо. Но в декабре 2017 года вновь возникло ухудшение самочувствия. Жидкий стул участился с примесью крови и была выполнена коррекция терапии, то есть оптимизирована биологическая терапия. Инфлексима вводился уже не каждые 8 недель, а каждые 4 недели. Но несмотря на такую оптимизацию, которую мы тоже часто привлекаем наших пациентов, и часть из них отвечает на такую оптимизированную схему, у данной пациентки все равно жалобы сохранялись. И уже с вторичной неэффективностью инфлексимаба пациентка была передана на другой препарат, тоже из группы блокатора фактора некроза опухоли альфа, церторизумат-пегол. На фоне назначения нового препарата у нее улучшилось самочувствие, боли в животе уменьшились, уменьшилось количество крови в стуле. Чувствовала себя неплохо. При очередном контрольном обследовании в нашей клинике при эндоскопическом обследовании было сфиксировано очередное обострение. К сожалению, опять при эндоскопии определялись множественные эротивные язвенно-сливные дефекты, полигональные формы, которые занимали более 1,3 окружности кишечника. На рентгенологическом исследовании в брюшной полости выявлены кишечные уровни жидкости, то есть и при других обследованиях по всем данным у пациентки были зафиксированы признаки тонко-кишечной непроходимости. На данном слайде вы можете видеть результаты утрозукового исследования, которое мы всегда выполняем в нашей клинике всем больным. Это входит в основной для нас стандарт диагностики, потому что ультрусаковый метод исследования, конечно, в руках грамотного специалиста, позволяет иногда увидеть то, что мы видим при эндоскопии, не прибегая к эндоскопии у тяжелых больных. У данной пациентки были признаки воспалительных изменений тонкой кишки, сужения просвета, было видно пристандатическое расширение, здесь видно отмечено стрелочками. Просвет кишки был с таким неоднородным содержимым и была увеличена толщина стенки. И все это говорило о том, что действительно у пациентки была выведена острая кишечная непроходимость, она была консультирована хирургом и переведена в отделение полупрактологии для дальнейшего лечения. На фоне консервативной терапии у пациентки разрешились явление тонкой кишечной непроходимости, оперативное лечение, к счастью, не потребовалось, но, учитывая то, что сохранялась активность болезни, пациентки на фоне двух уже ингибиторов фактора негрозоопухоли альфа, опять пришлось назначить гормональную терапию, прием азотиоприна был продолжен. С учетом того, что два препарата антифоноу не сработали, было решено начать терапию препаратом с другим механизмом действия, бидолизумабом. На фоне лечения динамика была, но достаточно слабо положительная, то есть пациентка отмечала, что боли у нее немножко уменьшились интенсивные сживы, эти жидкие столбы были не 10-12 раз, а 4-5, кровь сохранялась, может быть, в меньшем количестве, но все же была. В анализе крови отмечалась такая слабая положительная динамика, небольшое было повышение гемоглобина, снижение цирреактивного белка, сои, фекальный каркальпретакин оставался по-прежнему в высоком токе. И вот на данном слайде мы можем проследить, что происходило в течение заболевания у данной пациентки. То есть был дебют, тяжелое течение, высокая активность, назначены гормональные препараты, сформировалась зависимость гормональная. Мы назначили инфлексимаб и иммуносупрессоры, потом его оптимизировали, эффекта все-таки не было достаточно стойкого. Дальше назначили препарат другой группы ТФНО, и вот, наконец, вендорезумаб, препарат с другим механизмом действия. При поступлении уже в феврале 2020 года в наше отделение пациентка отмечала повышение температуры до 37-4-5 градусов, шутки с толстой миссией крови, общая слабость, боли в животе. Лабораторно отмечалось снижение белка, альбумина, железа, то есть все-таки метаболические, белково-энергетическая недостаточность, метаболические нарушения у этой пациентки, к сожалению, были. При ультразвуковом исследовании кишечника, опять-таки, визуализировалась очень воспаленная кишка, толщина их была увеличена, выше нормы, можно было увидеть гиперхогенные включения, то есть яд с медефектом стенки кишки, сужение образцвета кишки и выраженная воспалительная инфитрация с небольшим количеством жидкости. Поэтому окончательный диагноз еще раз у пациентки был сформулирован как болезнь Кронос, хроническое резервирующее течение, тяжелая степень, высокая активность. Здесь перечислены все виды биологической терапии, которые пациентка получала. Зафиксирована вторичная неэффективность, теперь уже, к сожалению, витализумаба, несмотря на то, что у него были большие надежды как на препарат с другим механизмом действия. И сохранялись гипопротеиномия, гипоалебоминомия и железодефицитная анемия. Ей была назначена терапия, конечно, коррекция всех белковых и нарушений водно-электролитных, спазмонитическая терапия и инфузия препаратом стекинумаб в дозе 390 мг внутривенно. Через 8 недель мы оценивали эффективность терапии, провели осмотр, пациентка субъективно отмечала улучшение самочувствия, у него была нормальная температура, боли в животе не беспокоили, слабость также беспокоила меньше, стул урядился. При ультразвуковом исследовании мы видим, что картина достаточно благоприятная, стенки кишки не утолщены и нет вот этих язвенных дефектов, таких гиперфогенных включений, которые были на предыдущих слайдах. В анализах крови отмечалось повышение белка, альбумина, нормализация соя, снижение цирреактивного белка и повышение гемоглобина. Данный случай демонстрирует сложность введения пациентов с болезнью крона. К сожалению, несмотря на такое многообразие биологических препаратов и появляющиеся новые препараты, есть группа пациентов, которые не отвечают на вот такие даже последовательные в свое время на назначенные препараты. Один, локатор фактора негрудолку, альфа, потом другой, потом прибегаем к другому препарату с совсем иным механизмом действия. И вот такой полный объем медикаментной терапии, который мы проводили в соответствии с полным алгоритмом, и мы, врачи, которые ранее лечили пациентов, все равно приводят к тому, что пациенты теряют ответ на терапию, и болезнь течет достаточно тяжело. Вероятнее, последующее назначение препаратов, которые блокируют факторы некруза, опухоли альфа, то есть антифено второго препарата, говорит о том, что в данном случае это не привело к какому-то эффекту положительному. И даже назначение препаратов, которые блокируют анти-альфа-4-бета-си, альфа-7-интегрин, да, видовизума, это было менее эффективно, чем первое назначение препарата. И в данном случае болезнь была прогрессирующая, а назначение у стекиномаба, пока только, да, вот пациентка начала принимать препарат, показало, что эффект был хороший. И несмотря на то, что резистентность уже была зафиксирована в предыдущей терапии, к антифеною, к антидогринным препаратам, на данный момент эффект сохраняется и ответ клинический есть. Учитывая то, что сейчас мы все столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, и мы лечим наших больных с воспалительными заболеваниями кишечника в эпоху пандемии COVID-19, сейчас очень много появляется литературы и информации, и она постоянно обновляется, потому что болезнь новая и больше вопросов, чем ответов. Но мы можем ознакомиться с мнениями ведущих экспертов европейских на сайте ЭКО, все знают, это сайт Европейского общества по изучению ясно-алкоритой болезни крона, где есть и рекомендации поведения у пациентов, и новые статьи можно изучать. И у пациентов с активным заболеванием кишечника, воспалительным, всегда встает вопрос, что делать с терапией, на фоне такой эпидемиологической обстановки. И есть интервью с ведущими экспертами, сейчас уже 5 интервью, последнее вышло 14 апреля, и вот в разных интервью они приводят данные о возможности применения препаратов, о том, как профилактировать заболевание. Что касается приема иммуносупрессоров, в принципе, все, что мы должны сейчас знать, то, что обострение воспалительного заболевания кишечника нам следует купировать быстро, конечно, чтобы избежать госпитализации пациентов и осложнений, которые могут требовать хирургические вмешательства, мы можем использовать все препараты, которые применяются при обострении в ИЗК, то есть тут каких-то ограничений нет. Если у пациента обострение, это не значит, что мы не должны назначать ему гормоны, потому что боимся вот такой эпидемии коронавируса. Что касается теопуринов, да, это препараты, которые, конечно, показывают более высокий риск осложнений таких серьезных вирусных. И вот недавно вышло, буквально несколько дней назад, в журнале о европейской гастронетрологии, статья о том, что пациенты, вывод в этой статье, что пациенты с ВЗК, конечно, имеют больше рисков в три раза возникновения серьезных вирусных заболеваний и инфекций, и, конечно, прием теопуринов и активное заболевание, то есть высокая воспалительная активность, говорят о том, что у пациента тоже попадает в группу более высокого риска. Поэтому добавление теопуринов к стероидам или к препаратам, которые блокируют ФНО, может быть, инициировать нужно сейчас и с осторожностью, но если пациент уже получает терапию, отменять ее не следует. По этой же причине следует избегать применения малых молекул препаратов, таких как ТОХ-цатинип. Пока данных мало, но то, о чем нам говорят данные литературы экспертов, это то, что эти препараты нужно применять с осторожностью. Пока нет точных ответов, как мы сможем продолжать терапию, если у пациента, например, выявлена активная коронавирусная вирусная инфекция. Ясно, что применение монотопии более благоприятное, нужно ограничить приемы иммуносупрессоров, о чем я уже говорила. И само по себе даже воспаление активное, оно может уже быть фактором риска развития любой инфекции при воспалительном заболевании кишечника. Поэтому следует вовремя, своевременно корректировать терапию, чтобы пациент избежал госпитализации. Риски, которые связаны с проведением комбинированной терапии, мы о них все знаем. Это и кортикостероиды, которые, к сожалению, приводят к остовопорозу, и к сосудистым осложнениям риска инфекции. Увеличивается. Пациенты не должны бесконтрольно принимать гормоны, хотя мы до сих пор встречаемся с таким многолетним приемом гормональной терапии, что пациенты считают, что это им помогает, и пьют их годами. Это неприемлемо. Коррес гормонов не должен быть дольше, чем 12 недель. Это нужно помнить. Теопурины, кроме того, что они могут повышать риск инфекции, также нужно помнить о том, что они повышают риск развития лимфомы в 4-5 раз. И комбинированная терапия, конечно, повышает риск серьезных инфекций, поэтому в условиях текущей педагогической обстановки достаточно критично выбирать именно монотерапию. Про применение препарата у стеклимаб также уже эта информация была показана, что эта монотерапия может быть не только эффективной, но и безопасной, и применяться у пациентов не только с близняковым, но и с другими заболеваниями, то есть у таких коморбидных пациентов, у которых есть, например, псориаз, псориатический артрит. Были большие исследования проведены у пациентов этой группы, и было показано, что не только эффективность, но и безопасность характерна для применения этого препарата, то есть что это касалось и серьезных инфекций, и нежелательных явлений. Здесь вы видите частоту развития нежелательных явлений, таких как сердечно-сосудистые катастрофы, злокачественного образования, серьезные инфекции, смертность. Также этот препарат обладал хорошим профилем безопасности. Туберкулез – это также проблема для нас. Мы всего выявляем случаи вот этого туберкулеза и активного туберкулеза у пациентов, которые получают терапию и антифНО, и даже у наивных пациентов, поэтому это обязательное обследование птизиатра. Два раза в год об этом нужно помнить и не пренебрегать. Проведение диаскин-теста. То, что мы имеем сейчас, у пациентов, которых применялся стекинумаб, пока не было зафиксировано какого-либо случая активации туберкулеза. Ну, конечно, нужно еще накапливать данные. Применение азотиаприна, например, вместе с антифонсимабом, мы знаем, оно уменьшает иммуногенность, поэтому комбинированная терапия всегда приветствуется. Но вот в данном случае, в данной работе было показано, что иммуногенность у стекинумаба достаточно низкая, поэтому даже в умонотерапии он может быть достаточно эффективным. Какие у нас возможности есть? Каких пациентов мы можем применять этот препарат? Это пациенты могут быть и бионаивные, с гормонорезистентностью, с неэффективностью иммуносупрессивной терапии. Пациенты, у которых высокий риск инфекционных осложнений, с тяжелой сосудистой патологией, коморбидностью, в которой есть диабет в анамнезе, либо другая группа пациентов, в которых мы попробовали уже линейку препаратов антифоно, они неэффективны, или у них возникли какие-то осложнения, или непереносимость, то есть такие множественные ответчики, в которых этот препарат также может показать хорошую эффективность. Спасибо большое за внимание. Ну, я думаю, что после вот этих докладов по лечению ВЗК мы небольшую серию вопросов-ответов проведем. Вот поступил от Виктории вопрос, как вы считаете, правильно ли проводить биологическую терапию в амбулаторных условиях? Все-таки гастроэнтеролог и протолог в поликлинике с ними работают, с такими пациентами, гораздо реже, особенно с биологической терапией. Ваше мнение, как правильно должна быть организована работа с ВЗК? Индукцию биологической терапии мы проводим всегда в стационаре. И нашим пациентам, которым инициируем назначение биологической терапии, конечно, первые инъекции, и внутривенные, и подкожные, лучше проводить в стационаре. Что касается поддерживающей терапии, то если говорить о подкожных формах препаратов, то в данном случае пациенты вполне могут проводить все эти инъекции и в поликлинике по месту жительства, и в данном случае, если соблюдать весь правильный алгоритм наблюдения и мониторинга, обязательно посещать все этиатры и так далее, то проблем, я думаю, не будет. Но, конечно, вопрос организации, он сложный, безусловно, и всегда этот вопрос поднимается на наших конференциях, потому что у специалистов, которые работают в поликлинике, очень много вопросов, и иногда просто страшно вводить препараты. Это тоже существует, поэтому такой вопрос не совсем решенный. Но индукцию всегда проводим на стационаре. Рекомендуем, по крайней мере, пациентам. Безусловно, индукция и контроль. Во-первых, решение вопроса о начале этой терапии, индукция, оценка эффективности и безопасности этого индукционного курса. Ну а что касается дальнейшей терапии, ну, конечно, лучше, чтобы это специалисты, которые в компетентном ведении больных ВДК были. Ну вот, не знаю, в Петербург, Ирина Владимировна, вы к нам присоединились, я вижу. Вот ваше мнение, все-таки, можно ли проводить введение препаратов биологической терапии в амбулаторных кабинетах биологической терапии, или все-таки лучше, чтобы это были центры компетенции? Если мы говорим о организационных моментах, то, в принципе, лечение этих пациентов должны осуществлять люди, которые что-то понимают в ВДК и в биологии. Будет ли это амбулаторно или стационарно, здесь уже будет зависеть от особенностей снабжения. Конкретно в Санкт-Петербурге долгое время было возможно получать адрюмемаб по региональной квоте, и это выписывали терапевты по месту жительства. Один раз в три месяца выписывали пациентам инъекции, и пациенты дома самостоятельно выполняли эти инъекции. С одной стороны, это где-то облегчило задачу центров ВДК, снизило нагрузку, но с другой стороны, пациенты, которые получали амбулаторно по месту жительства эти шприцы, они уходили из-под контроля, и, соответственно, не мониторировали ни туберкулез, ни другие возможные осложнения, не приходили на эндоскопическое исследование рутинно, поскольку они чувствовали себя замечательно хорошо. И эти пациенты, к сожалению, адекватно не мониторировались. В большинстве случаев, конечно, биологическая терапия безопасна, и она может проводиться так, как указано в инструкции, подкожно самостоятельно пациентам. Но с учетом особенностей конкретно этих иммуновоспалительных заболеваний, где мы должны понимать риски от прогрессирования заболевания и риски от проводимой, в том числе, иммуносупрессорной терапии, необходимо, чтобы они приходили к специалистам ВДК. Причем это, может быть, специалисты ВДК, как это реализовано в городском центре ВДК в Санкт-Петербурге, это поликлиника при больнице, то есть это амбулаторные врачи, но они очень хорошо квалифицированы и имеют большой опыт. Или это стационарные, в частности, наше отделение, оно специализируется на военнослужащих, на пенсионерах вооруженных сил, на льготной категории. Мы держим на балансе всю биологическую терапию нашего учреждения, соответственно, мы вынуждены все через стационар, через дневной стационар. То есть первое, что это должны делать специалисты. Второе, а уже организационно, амбулаторно или стационарно, тут будет, конечно, зависеть от региона. Ну, я с вами соглашусь, что вопрос не в том действительно стационар это или амбулаторные приемы, а главное, чтобы это были специалисты. Если пока в городе, я считаю, нас из многих городов слушают, есть ограниченное количество людей, которые имеют соответствующие компетенции, наверное, они должны наблюдать. Тем более, что все-таки эти препараты несут угрозу и каких-то нежелательных явлений, и инфекций, в том числе туберкулеза. С другой стороны, возможен уход от эффекта этой терапии, который тоже нужно своевременно выявить и принять решение, как дальше вести эскалацию дозы, переключение на другой препарат биологической терапии. То есть на самом деле это действительно должны быть очень опытные люди. Поэтому, наверное, вот я полагаю, что вопрос-то звучал, почему мы обсуждаем на школе эту терапию? Мы обсуждаем, потому что люди, мы хотим повысить компетенцию людей, потому что все-таки больные наблюдают в амбулаторном звене, но приходят в центр компетенции, где им это вводят. Поэтому тут такой двойной контроль был уже, с моей точки зрения, наверное, вот так вот это должно строить. Да. Спасибо большое.